Занимались мы с вами сложными размерами, помнится? Гексаметр. Да, гексаметр, вентаметр, да? До этого занимались, помнится? Логоэдом? Да. Да. А сейчас пойдем чуть дальше. И попробуем заняться тем, что такое ритма. Казалось бы, очень простая вещь. Маяковский писал. Вам известно, конечно, явление ритмы. Скажем, строчка закончилась словом отца. И тогда через слоги слова повторив мы ставим какую-нибудь ламца длицаца. Итак, что же такое ритма? Давайте подумаем. Ритма. Словечко тоже греческое, да? Снова у нас идея повтора, правда? Повторяются на сей раз слоги, правда? Давайте вспомним. Бывает ли у нас рифмованная проза? Да. Да запросто. Да, мы уже на первых руках обсуждали. И более того, в древнерусской ораторской грузе, в древней Руси, именно рифма служила украшением не сказать стихов, не сказать слов, потому что древняя Русь стихов не знала. Это рифмованный текст или нет? Эй, господа, пожалуйте сюда. Здравствуйте, москвичи, жители провинциальные, ближние и дальние, немцы-лекари, евреи-аптекари, французы, итальянцы и заграничные американцы. Российские бары, астраханские татари, господам-гутцам-молодцам, бледнолицым современным девицам, мое почтение, всякая шушера нашу комедию слушала, осталась довольна за представление. Еще раз вам мое почтение. Рифмованный текст или нет? Рифмованный. Так, рифмованный. Где слышали рифмы? Сама, с начала. Почтение, с начала. Початим, да. Ну, хотя бы с самого начала, да? Эй, господа, пожалуйте сюда. Так, хорошо. Есть интересные рифмы. Всякая шушера нашу комедию слушала. Шушера. Шушера. Это что? Люди такие. Люди, как шушер. Люди, которые шушер. Шушер. Всякие мелкие люди всякие. Так, согласен, да? Еще раз. Какие-то неважные персоны. Заметьте, наш с вами герой обращается к самым разным людям. Здравствуйте. 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 Жители провинциальные. То есть не москвичи, правда, да? Не столичные жители. Ближние и дальние. Немцы лекарь, евреи аптекарь, французы, итальянцы. Американцы и заграничные американцы. Это кто такие? Американцы. Американцы, да? Заграничные американцы. Российские барьи и астраханские татари. Это кто такие? Российские барьи, понятно? Да. Да? Астраханские татари. Татары. Татары. Мы сейчас скажем, конечно, да? Господа, кукцам, молодцам, бледнолицам, современным девицам. Мое почтение. Как вы думаете? Зачем здесь рифм? Она явно есть. Мы ее услышали. Зачем она нужна здесь? Возможно, это может быть, что это речь? Так, придать красоту этой речи. Как вы думаете, чья это речь? Оратор. Вот некий оратор. Думаю, что нет. Проще. Проще. Всякая шушера нашу комедию слушала. Да, может быть, как все. Осталась довольна за представление. Еще раз вам мое нижайшее почтение. Кто это? Подставлю. Что завлекает? Может быть, закашут, клоун. Может быть, закашут, клоун, петрушка. Правда? Значит, нас с вами завлекают вот на это представление. И для этого употребляют рифм. Рифма здесь привлекает внимание. Мы слышим эти рифмы. И, конечно, не то, чтобы хотим их записать. Правда? Но наше внимание, наш слух как бы прикован к этой рифме. Когда вам говорят, эй, господа, пожалуйте сюда. Сразу хочется сюда зайти. В некий балаган, в некое представление. Может быть, кто-то из вас был здесь, на представлении в цирке Шепетов. Ну, кто не был? Неважно, я тоже не помню. Но там нас завлекали. Вот так. Тоже рифма видит. Рифма затеянема. Рифма навязчива. Рифма ждет нас. И мы ее ждем. Потому что рифма – это всегда ожидание. Правда? Итак, мы ждем, что в следующей строчке, или в крайнем случае через строчку, или в самом крайнем, через две, будет рифма. Мы ее как-то ждем. Итак, рифма – это некий фонетический повтор. Правда? Почему фонетический? Фонетический. Потому что это повтор в основном звуковой. Бывает реже. Графический. Что значит графический? Графический повтор. Рифма где-то в конце синтаксического периода есть. Мы ее знаем. Или, господа, пожалуйте, сюда. Правда? Но, может быть, она не только фонетическая, но и графическая. Это как? Графическая рифма. Я попробую написать несколько строчек. Да. Может, это когда рифма легко определима, ну, что это рифма, по тексту? Без злых гримас. Без помышления. Вот, давайте думать, как я это прочтем. Без злых гримас, без помышления. Злого. Злого. По-русски, вообще-то, злого. Рифму будет злого каталога. Нет. Ну, не буду. Значит, надо читать как-то другого. Злого. Злого. Не всех щедрот большого каталога. Смерть выбирает не красоты слога, а неизменно самого певца. Злого нету. Где у нас лифт? Каталога слова. Слово? Разве из-за слова. Слово и каталога. Вот такая его для русской поэзии, конечно, редкость. Редкость. Раритет. Раритет, то есть вещь очень редкая. А злого и слого. Слово и львосик. Как? Слово и слого. А у нас тут слога. Да. Чуть-чуть рифмуется. Да. Значит, наверное, тоже. На слух плохая рифма. Совсем даже никакая. И, тем не менее, Иосиф Бруцкий рифмует вот так. Слово, каталога, слога. Почему он так может сделать? Потому что он ориентируется на английскую поэзию. Где графическая рифма вполне возможна и законна. В английской поэзии рифмографическая законна. В русской поэзии, как правило, нет. В русской поэзии мы бы срифмовали. Слово. Давайте сами рифму. Слово. Большого слова. Еще. Простого. На самом деле любое прилагательное с окончания. О. 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 Звучит, да? О. Зачитайте. Подойдем. Правда? Правда. Перед нами рифма графическая. Это, еще раз повторю, это редкость. Это действительно странность и редкость. И, тем не менее, мы так тоже можем рифмовать. Давайте вспомним, какие рифмы у нас были в древности. Ни как рифмы. Как? Совсем не так? Ну, не рифмы. Если вы помните, древнегреческие и древнегреческие поэты считали рифму игрушкой. Она как бы не нужна в стихе. Рифма может быть в прозе. И действительно, если вы почитаете арабскую прозу, и древнегреческую, и древнеримскую, и древнегреческую, вы увидите там рифмы. Наш стих сложился, все-таки, с рифмой. Как вы думаете? Почему в свое время Пушкин говорил, наш стих обойдется, в конце концов, без рифма. Пушкин действительно отказывает русскому стиху в свое время в рифмах. Почему? Думаем. Тут надо подумать. Это не так просто. Так, какие мысли пришли в голову? Русский стих останется без рифма. Да? Возможно, потому что в начале, то есть первые русские стихи, ничто были без рифма. Первые русские стихи не согласны русскими. Древнерусских стихов не было совсем. Семен Полоцкий, помнишь, писал всегда в рифмах. Да. Да? Да. Так, еще. Еще мысли вашей собственной рифмой. Вот это античные стихи. Они античные, как вы уже говорили, поэтому не считали рифмой грушкой. Античные стихи действительно стихи без рифма. Но заметьте, сам Пушкин рифмы не гнушался. Никогда. Да. Почти все стихи Пушкина рифмованы. Фон, значит, любил рифму. Но фон почему-то говорил. Ламень неминуемо тащит за собой хамень. Так. А может, раньше мы всегда писали все равно только с рифмой, потом Лила Пушкина начали рифму немного убирать, но все равно писали с рифмой. И Пушкин потом что-то у конца... Так, значит, взять первое. Здесь есть мысль. Наверное, рифма может быть немножечко разная. Правда? Семен Котский спокойно рифмовал, скажем, «тебе» и «небе». Может, это я не думаю? Да. Ничего страшного для него здесь не было. Давайте подумаем. Как еще мы можем рифмовать? Какими рифмами мы можем придумывать? Ну, во-первых, не забудьте. Мужская. Женская. Какая еще? Доктилическая. Доктилическая. Мужская очень просто. Доктилическая. Какой-нибудь друг на лук. Могу рифмовать? Да. Могу, конечно. Внук, друг. Могу дальше продолжить. Сами продолжите. Паук. Паук. Хорошо, еще раз. Внук можно? Доктилическая. Еще? Можно? Доктим, д Какими-нибудь? Можешь добавить? Нет. Так? Дух. 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 Да. Ну, все-таки дух. Это не совсем точный дух, да? Правда? Мы сейчас поговорим о точный и приблизительный. Но в чем-то это похоже, да? Дух, паук, лук, паук, еще. Стук, 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 лук. Еще, лук, звук, туг, ну, в другом падеже прилагательное. Туг. Ну, это может быть прилагательное, это может быть существительное. Там многие туги, нет многих туг. Так, согласен, еще. Бурундук. Бурундук. Хорошо. Сейчас, просто не забывай. Так, обязательно ли заканчиваться на Г? Нет, нет. Не обязательно? А может, но без заканчиваться на Г, да. Может, заканчиваться на Г, потому что у нас есть явление замечательное, фонетическое. Оглушение, правда? Оглушение. Спокойно поглушаем эти словечки. И можем продолжать и дальше. Так, шерсть хероритма. Печка. Давайте раз на луку. Печка, свечка. Ну, печка, свечка, это выясненно знаете, что это придумывается, да? Так, давайте, там лука. Шкука. Скука. А что здесь получилось? Еще. Лука. Лука. То есть лук в родительном потяжении. Мука. 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 Еще, это пока что, а лука, это скука и мука. Еще. Лука. На самом деле, это хорошо. Это интересно. Лука. Так? Лука. Но луку в родительном потяжении. Ну, лука. Луку в родительном потяжении. Уж тогда лучше лука. Правда? Луку. Как? Так, еще. Женская рифма. Еще. Лука. Лука. Это что значит? Лука. Пришел какой-то лука. Да? И пытается вас. Не кулют. Лука скорее пугает. Правда? Лука вас запугал. Да, нас не пугали. На ухо. Так. Хорошо. И навел на вас куку. Так. Возможно, и принес вам луку. Так, еще. Смелее, смелее, смелее. Я пишу все это через двоедушие. То есть, оно все рифмуется. Да? Скулка, мука, бука, наука. Бяка. Как? Бяка. Бяка. Бяка не пойдет. Почему? Жестная рифма. Бяка, согласись, не рекомендуйтесь. Бяка, бяка. Бяка, бяка. И это особый вид рифмы. Об этом мы еще поговорим. Жестная рифма. Погоди. Погоди, пожалуйста, бяка, бяка. Бяка, бяка. Пускай. Но мы ищем куку. Штука. Штука, конечно. А щука подойдет? А почему нет? Не, не пойду, не пойду. Щука, штука. И так далее. Можем продолжать. Доктилические рифмы. Чуть сложнее, да? Доктилические. Оба. Давайте, у нас здесь была наука. Наученный. Переученный. Замученный. Пойдем? Переученный. Наученный. Замученный. Переученный. Переученный. Еще. Изученный. Согласен. Можно с другим? Можно уже. Перекрученный. Почему бы и нет? Так, еще. Мозги мои перекручены. Да? Я чем-то, наверное, замученный. Так. Хорошо. Еще. Думаешь? Да. Переученный. Напишите. Там, конечно, даже любое причастие с инсуфицией. На самом деле. Ставительное, любое причастие с уффицием. Е-на-на. Ну, и все-таки чекарь нужно еще. Полученные. Правда? Так? Полученные. Полученные. Еще. Прискученные. Прискученные. Да? Какой-нибудь. Пускай будет так. Конечно, рифмы могут быть интересные и неинтересные. Вот, скажем, рифма. Ботинки. Полуботинки. Интересный рифм? Самый лучший. Ботинки, ботинки. Так, почему неинтересные? Весь бинцетк. Повторяем разные слова. Правда? Ботинки, полуботинки. Взявное, неявное созвучие есть. Это однокоренные слова. Это однокоренные слова. Значит, хорошо рифмовать. Не однокоренный, да? Не наученный. Так, интересно. Замолченный. Моё. Вот как мы здесь, да? Здесь все-таки разные корни, правда? Да? Да? А какой-нибудь наученный, разученный, рифма меньше. И чем-нибудь наученный и очень, ой, почему-то наученный и очень-очень замученный. Одна, более скучная, знаешь. Более скучная. Так, хорошо. Давайте еще что-то пробовать. Можем ли мы в гипердактилическую рифму? В гипердактилическую. Да, ну... Нет, это может быть, но и с ним. Хорошо. Попробуйте сами придумать на досуге. В гипердактилическую рифму, да? Мам. Мой сосед слишком замученный. Я очень наученный. Мой сосед слишком замученный. Какой, справа или слева? Так. Я вас замучил? Нет. Вы можете поколеть. Мой сосед.